приветствую всех вас на своем канале русские на канарах в этом видео хотел рассказать вам о том как устроить ребенка в детский сад здесь в испании не буду вам говорить за всю испанию но скажу конкретно о нашем городе лас пальмас ставьте свои лайки пишите свои комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал и так приятного просмотра мы начинаем в испании существует два вида садиков частные и государства конкретность говоря о лас пальмасе могу сказать что частной школы когда-то мы о них узнавали стоит от 180 евро и выше устроить туда ребенка относительно легко и в любое время можно устроить так как этих садиков значительно больше чем государственных и документы туда не нужен такие прям очень очень большой список собирать дети в испании садик могут пойти с четырех месяцев так как мамы не могут получать отпуск по уходу за ребенком дальше четырех месяцев от рождения ребенка поэтому им приходится если нету родителей кто может помочь или нянь то приходится маленьких детей отдавать в садик и в садик ходят здесь до трех лет после трех лет начинается школа инфантиль нашей дочке два года и я вам расскажу о том как мы устраивали ее в садик здесь в лас пальмасе как я уже говорил в частный садик легче устроить конечно если оба родителя работают или хорошая зарплата то это совсем не сложно ну а если в такой ситуации как у нас когда работает только один из родителей то приходится рассчитывать только на государственные садики списке садиков которые существуют в городе можно узнать на сайте аюнтаменту а мы заглянули в этот список узнали посмотрели ближайший садик к нашему дому и посмотрели с какого времени можно сдавать документы всегда по-разному каждый год нужно обращать внимание на это в этом году можно было сдавать документы в марте и нужно было сдать до конца марта как раз я успел сдать все документы в последний день перед началом карантина или чрезвычайной ситуации во время которой мы уже вообще не могли выходить это было 14 марта так как был карантин все организации потом здесь не работали и в июне когда мы зашли на сайт что я увидел что опять идет запись электронная с 1 по 15 июня на сдачу документов для садика государственный садик намного сложнее устроить ребенка так как их относительно немного и там нужно у них особый критерий для отбора детей в садик и довольно таки нужно много сдавать документов туда после 15 июня мы ожидали когда выйдет список детей которые попали в садик и в конце июня этот список вышел и наши наша дочь была в этом списке но с оговоркой что мы должны принести два документа налоговую декларацию о доходах за 2018 год моя и моего мужа и у нас было всего лишь несколько дней чтобы этот документ найти и отнести в садик это было нелегко так как сейчас связи с этим карантином со всей ситуации с коронавирусом все организации закрыты нужно брать электронные очереди электронную подпись но слава богу что мы все это смогли сделать и сдали документы и в конце июля вышел окончательный список детей для садика и наша дочь попала туда и вот теперь с сентября месяца она пойдет государственный садик чем хороши государственные садики что для тех родителей у кого может быть экономическая ситуация не очень хорошая сдаются документы определенные которые это подтверждают то эти садики они практически бесплатные график работы этого садика тоже очень удобный есть прием детей называется акухида темпрано то есть очень рано если родители работают 730 обычный график с 830 почти до 4 часов дня дети там кушают спят и также если родители работают может быть очень долго какой-то у них такой длинный график то они заранее об этом сообщают в заявлении и даже график для ребенка может быть продлен до 6 часов вечера садики начинают здесь работать сентября и на каникулы уходит в конце июля август месяц это каникулы так что мы очень рады что у нас получилось оформить нашу дочку в садик она теперь до трех лет как раз течение этого года будет ходить садик я надеюсь что эта информация была для полезная для вас ставьте свои лайки всем пока пока